Здравия вам и роду вашему! С вами я, Славалю Палан Богач, духовный и телесный целитель, основатель школы «Исцеление жизни». Мы с вами сегодня про целостность, про целостное мышление и мировосприятие. Ибо давно нас приучают мыслить отдельными фреймами, фрагментами, кусочками. Сегодня это дошло до крайности, когда люди даже на ютубе часто смотрят только короткие, и несколько минутные ролики, хватая только вершки информации. Сейчас шутят, что раньше люди были начитанные, а сейчас нагугленные. Чем это плохо? Это фрагментарное восприятие окружающего нас мира. Мы сегодня смотрим на отдельные детали, вырывая их из общего контекста. Конечно, есть исключения. Есть новая генерация людей, которые иначе работают с информацией, они быстро анализируют, запоминая источники, ссылки, создавая целостную картину. У них даже чувство юмора отличается. Они тонко могут посмеяться и над своими ошибками, и над чужими, без всяких обид, когда смеются над их ошибками. Однако же это исключение. А в общем, как говорится в среднем по больнице, у большинства людей давно отфрагментированное сознание. Сперва дуальным видением действительности плохо-хорошо. Оценочные суждения моментально схлопывают рамки восприятия реальности. Ну, например, нам твердят, верь в единого Бога. Простите, пожалуйста, если он един, то как могут быть другие боги? Чувствуете, как происходит подмена понятий? В Библии упоминается большое количество имен Бога. И вообще на языке оригинала постоянно говорится в множественном числе «боги», а не «бог». А спросите сегодня людей, как зовут Бога, так большинство не сможет ничего сказать. Почему? Почему столько имен, а потом вообще не называй вслух? Как будто кто-то сперва захотел завладеть безраздельной властью над целым народом. Народом, не человечеством. Ибо каждому здравомыслящему человеку, как и генетикам, вполне понятно, что не могли негры, славяне, индусы, индейцы, японцы и еще множество разных как по физиологии, так и по ментальности народов произойти от одних прародителей. Про это и в Библии указывается в самом начале Старого Завета, когда Каин пошел в другие народы взять себе жену. То есть на то время, когда были лишь Адам, Ева и их дети, вокруг были уже целые народы и цивилизации. И вот кто-то захотел создать и безраздельно править целым народом, а потом по каким-то причинам решил свое имя спрятать и запретить его вспоминать даже тем, кто это имя уже знал. Как-то странно это все получается. Какая-то опять же частичная обрезанная картина мира, где многое сокрыто. А что нам рассказывали о нашем духовном наследии? Что лично вы знаете о дохристианской духовной традиции? Что поклонялись идолам? Простите меня, пожалуйста, однако с точки зрения мусульман, христиане тоже идолопоклонники. Да и вообще любой, кто не понимает тонкости христианства, тоже поверхностно посмотрев на христиан, скажет, они поклоняются деревянным крестам, картинам на стенах, да и самим стенам. Однако мы же с вами понимаем, что это не так. Что через образ, предмет, символ мы соединяемся с высшими силами. Иисусом, ангелами, Творцом. Общаемся мы с христианским священником как-то. Он спрашивает, а вы Богородицу почитаете? Отвечаю, конечно. Лада, Матушка, Богородица у нас на первом месте. Он спрашивает, а у вас Святого Духа веруете? Отвечаю, и веруем, и чувствуем, и исцеляем Святым Духом Рода Всевышнего, Святом Рода, живой. У нас славян каждый ребенок по священию проходит. И в своих руках животворный Дух Всевышнего чувствует. И с ним взаимодействует, себе и близким помогая при необходимости. А в Отца Небесного спрашивает, говорю, Отец Небесный, Сварог, прародитель наш, на самом первом месте у нас. Почесал священник бороду и говорит, так мы одной верой, значит? И я с ним согласен. Ибо вера не имеет ни цвета кожи, ни языка. Вера, она либо есть, либо ее нет. И со всеми, кто живет в вере, мы находим общий язык. Говорим сердцем, глазами понимаем друг друга. Будь то мусульманин, христианин, иудей, буддист или язычник. Вера наших предков, это не слепая вера сегодняшнего человека в существование чего-то или кого-то. Это знание и слышание, видение, общение с Духовным миром и знание о мироустройстве. Это как высшая математика. Это понимание единства и многопроявленности бытия. Наши предки четко понимали, что все есть единое целое. И поклонялись этому единому, называя его род на своем родном языке, который автоматически включает работу нейронных цепочек. Все вроде объединено и вроде пребывает. А боги это проявление рода в нашем мире. Это наши прародители, предки наши, коих чтим, благодарим и любим. И каждый наш родной бог, предок наш светлый, определенную силу рода в нашем мире проявляет. Это уже получается и физика квантовая, и химия, органическая, неорганическая, и нейрофизиология, и многое другое. Свет рода Всевышнего жива матушка. Энергия всеоживляющая, которая течет из сердца рода, из центра Вселенной, через множество звезд, центров галактик, к центру нашей галактики, а от него к центру нашей солнечной системы, солнцу батюшки. А уже солнце питает все живое на земле матушки. В прошлом веке много исследований проводилось в живой энергетике человека. Пчел, собак, кошек, растений. Было записано аура различных живых существ. Почитайте, например, журнал «Техника молодежи», 12 номер, за 1968 год. Статья «Биологическая связь действует». Будете поражены. Славяне верили, то есть понимали. Три единства бытия, три уровня, три мира. Правь, явь, навь. Что сегодня научным языком называется энергия, информация, материя. И для влияния по необходимости на материю, нужно при помощи чего-то внести изменения в информацию, или добавить, убрать определенные энергии. Для этого и есть ритуалы. Сейчас вы видите только внешнюю форму ритуала. Без понимания и чувствования процессов, которые в ритуале происходят. А ведь там целый космос процессов, силы, взаимодействий. Как программист компьютер программирует, так и ведающий при помощи ритуалов задает программы пространства вашей жизни. Это, конечно, очень сокращенно для общего понимания. Вселенная голографическая. Голограмма. Интересно, много ли сегодня людей видели или держали в своих руках настоящую голограмму? Это такое объемное изображение. Если вы разобьете голограмму, то она рассыпется на множество маленьких кусочков. И каждый кусочек будет такой же маленькой голограммой, которая повторяет большую голограмму. В нашем организме каждая клеточка, подобно Вселенной, отображает образ, по образу и подобию всей Вселенной. И все заговоры, молитвы, славы, ритуалы наших славных предков это тонкая наука управления, как внутренним нашим пространством, так и окружающей нас реальностью. Ибо что вверху, то и внизу, как говорил великий гермес Тресмегист, меняя себя, изменяя свое внутреннее, мы влияем на внешнее, окружающее нас пространство. Нас запугивают всякими, там, баранофикусами, рандемиями и прочими выдумками вражьих сил, чтобы мы наполняли чернотой себя внутри, что приводит к нарушениям дыхательной и иммунной системы, а потом и сердечно-сосудистой и нервной системы. А чернота внутри нас проявляется влиянием на пространство нашей Земли и Матушки, катаклизмами всякими, и распространяется на всю нашу Солнечную систему и далее. Можно ли так гадить во Вселенной? Конечно нет. Иммунная система Вселенной может нас просто удалить. Посему нужно восстанавливать целостность своего мышления, своего мировосприятия, целостность себя и своей жизни, своего здоровья, своей души. Предки наши оставили нам множество знаний и силами своими нам помогают, как только мы о них вспоминаем. Пора восстанавливать целостность и себя, и своего рода, и всего нашего народа. Именно для этого я создал закрытый телеграм-канал, куда и вас приглашают. Там вы найдете материалы, которых нет на Ютубе, Фейсбуке, ВКонтакте, ибо многое сразу удаляют и блокируют. Там будут видео, аудио и текстовые материалы, практики, медитации, а также живое общение светлых душ, которые стремятся увеличить количество радости, любви и наслаждения в этом мире. Вы хотите увеличить количество радости, любви и наслаждения в этом мире? Тогда милости прошу к нашему шалашу. Переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашему светлому обществу. Рады будем видеть. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение. Если что-то не приносит наслаждение, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в вашей жизни должно быть в наслаждении. Вот. Да, кстати, кто сомневается, что мы, наша цивилизация, была намного раньше, чем появился иудейский народ, то просто узнайте, какой сегодня год по нашему славянскому летоисчислению. А ведь это самое-самое-самое приближенное летоисчисление. По более другим версиям, то у нас намного еще древнее. Жду вас.